Здравствуйте, с вами Эпиш Дович, и тема нашего сегодняшнего урока – слабое склонение имен существительных. В первую очередь нужно отметить, что все эти существительные мужского рода, поэтому мы будем называть их слабыми мужчинами. Итак, почему же они слабые? Особенность этого склонения заключается в том, что существительное во всех падежных формах, кроме именительного падежа единственного числа, приобретает окончание –en. Артикли при этом склоняются, как обычно. Разберем на примере слова студент. Единственное число. Именительный падеж. Студент учит немецкий. Номинатив. Der Student lernt Deutsch. Родительный падеж. Это тетрадь студента. Генитив. Das ist das Heft des Studenten. Дательный падеж. Я иду в кино со студентом. Dativ. Ich gehe mit dem Studenten ins Kino. Винительный падеж. Я знаю студента. Akkusativ. Ich kenne den Studenten. Множественное число. Именительный падеж. Студенты учат немецкий. Номинатив. Die Studenten lernen Deutsch. Родительный падеж. Это тетради студентов. Генитив. Das sind die Hefte der Studenten. Дательный падеж. Я иду в кино со студентами. Dativ. Ich gehe mit den Studenten ins Kino. Винительный падеж. Я знаю студентов. Аккузатив. Ich kenne die Studenten. Видите, во множественном числе у этих существительных типичное окончание множественного числа женского рода. Поэтому они и слабые. Итак, запоминаем. Во всех падежах единственного и множественного числа слабые мужчины тянут за собой окончание и-н. Как им тяжело, наверное, бедным. Необходимо отметить, что слово der Herr, господин, имеет небольшую особенность, проявляющуюся лишь на письме. В единственном числе в косвенных падежах прибавляется только n. Я знаю господина. Ich kenne den Herren. Во множественном числе, как и следовало ожидать, окончание и-н. Meine Damen und Herren. Дамы и господа. В этом правиле есть одно единственное исключение. К мужчинам затесалось слово среднего рода. Das Herz. Как оно склоняется, вы можете увидеть в приведенной ниже таблице. Нужно лишь отметить особенность склонения в родительном падеже. Das Herz. Как и все, в немецком языке правило слабых мужчин довольно простое. Слов, которые относятся к нему, всего 4000. И их надо просто запомнить. Но некоторые из них можно классифицировать. Слова с интернациональными суффиксами, обычно заимствованные. Суффикс and-ant. Der elefant. Suффикс and. Der student. Suффикс ad-at. Der soldat. Suффикс ist. Der polizist. Suффикс loge. Der psychologe. Suффикс oit-aut. Der kosmonaut. Suффикс graf. Der fotograf. Suффикс te. Der architect. Существительные, обозначающие существ мужского пола, людей и животных, которые оканчиваются на «e». Der haze. Односложные, существительные, с тем же значением. Der prinz. Название всех национальностей, оканчивающиеся на «e». Der große. С вами был Episch Deutsch. Тема нашего следующего урока – ложные друзья-переводчика. Auf Wiedersehen! Субтитры создавал DimaTorzok